Беседа 36, Бытие 15.1 Добродетель праведных, подобно сокровищнице, заключающая в себе многое и несказанное богатство. Как и с такой сокровищницей хотя бы кто и малую часть взял, может устроить для себя немалое благосостояние, так и в добродетели этого патриарха Авраама тоже всякий найдет. В самом деле, вот почти каждый день предлагаю вам наставление из жизни его и при том сообщаю вам это наслаждение в великом обилии. Мы доселе еще не могли пересказать даже и малой части его добродетелей. Так обильны его доблести. И как из источника изливающего обильные потоки, хотя и все черпают, не только не уменьшают вытекающего из него потоков, но и чем больше бывает черпающих, тем с большей силой устремляется течение вод. Так то же самое видим и в этом достатчудном праоте. Сколько, начав от его времени или настоящего, почерпает из источника его совершенств. И не только не истощили потоков, но совершенства его еще обильнее открываются. Как некую золотую цепь находим мы в Божественном Писании ряд сказаний о нем в таком порядке, что сперва видим доказательства его собственной мудрости, а потом немедленно за ними следующее воздаяние ему от Бога. И чтобы вы убедились, что это именно так, необходимо повторить вам вкратце уже сказанное прежде о нем. И вы увидите как преимущественную силу веры праведника, которую он показал относительно обетований Божьих, так и щедрое ему воздаяние от человека-любивого Бога. Подлинно. Один этот праведник достаточно научает всех нас с ревностью быть готовыми на подвиги добродетели, в надежде на воздаяние свыше. И видя, как щедр в воздаяниях наш Владыка, с благодушием переносить все, что в настоящей жизни кажется тяжко, питаясь надеждой воздаяниясь. Вникните же, прошу вас, как он, Авраам, в самом начале приготовил себя помощью только врожденного нашему естеству разума, не имея никакого постороннего наставника, но еще будучи воспитан неверными родителями, приготовил, говорю, себя к тому, что удостоился божественного откровения. Так как он еще в раннем возрасте ничем не последовал заблуждением отца, но показал ревность к угождению Богу, то еще в земле халдейской удостоился небесного посещения. Об этом весьма ясно свидетельствует блаженный Стефан, говоря, «Бог славы, явившийся отцу нашему Аврааму, находящемуся в Месопотамии, прежде его переселения в Харран». Ты знаешь, как это явление воззвало его оттуда в Месопотамии? Конечно, он, благоугождая Богу, оказывал почтение к родителям своим, но и сам был так много любим отцом своим, что ради его и отец удалился оттуда, и по любви к сыну решился оставить отечество свое и поселиться в чужой стране. Но посмотри со вниманием, как самое это посещение Божие, бывшее ему, Аврааму, за первые его добродетели, соделывать те же его добродетели, после того еще более блистательными. Он решился оставить отечественную страну и поселиться в чужой, чтобы исполнить повеление Божие. И готов был, мне кажется, даже без родственников, один, сам собой предпринять странствование. Но, как я прежде сказал, добродетель этого мужа и его любовь к родителям побуждала и отца сопутствовать ему. Когда они пришли в Харран, то поставили здесь кущу. А по смерти Фарры, так было имя его отца, Бог снова повелевает ему выйти оттуда. «Выйди, — говорит, — из земли твоей и от дома твоего иди в землю, которую я покажу тебе». Так как он со всем домом переселился в Харран, то повелевающий ему оттуда выйти присовокупил из земли твоей и от рода твоего. Показывай тем, что ему, Богу, угодно, чтобы он один только совершал странствия и не брал с собой ни брата, то есть на хора, и никого другого. «Из земли твоей, — сказал Бог, — потому что, прожив там немалое время, они устроили себе в той земле жилище, как бы уже в своем отечестве. И хотя он еще оплакивал родителей, хотя странствование тогда было во многом затруднительно, неудобно, однако он со всей ревностью поспешил исполнить повеление Господа, не зная даже, где будет конец его странствованию. В самом деле, Господь не сказал ему иди в ту или эту землю, но которую я покажу тебе. И несмотря на то, что так неопределенно было повеление, он нисколько не следовая исполнил повеленное. Он повел с собой племянника Лота, показав и в этом свою добродетель. Взяв его еще юного, он мало-помало образовал в нем подражателя своей добродетели, и для того не хотел его оставить, но принял его в участники своего странствования. Если отец, рассуждал он, Авраам, будучи неверным, по любви ко мне решился оставить свое отечество, где мы родились и возросли, последовал за мной и кончил жизнь в чужой стране, то тем более я не могу оставить здесь при прежнем отечестве сына моего брата, юношу, уже с ранних лет, обнаруживающего в себе постепенное возрастание в добродетели. 390. Когда таким образом во всем показывая свою любовь к Богу, он, Авраам, совершил такое странствие и, наконец, пришел в Палестину и ступил в пределы хананейские. Бог, желая укрепить его ревность и простерет к нему руку помощи, явился ему и сказал, «Потомству твоему дам землю сию», чего он желал и сильно хотел, то есть продолжение своего рода, то ему Бог немедленно и обещает, вознаграждая его за столь великие труды. Так как по естеству он не имел детей или та уже не позволяли ему надеяться иметь их, то Бог своим обетованием ободряет подвижника, соделывает его еще более мужественным и как бы возвращает ему юность для дальнейших подвигов. И смотри, как этот праведник после такого обетования предпринимает еще новый подвиг. Когда наступил голод и была великая скудость в земле хананской, он поспешил в Египет, но желая там найти средства к утолению голода, подвергся еще большим опасностям. Благообразие и красота жены его Сары угрожали ему смертью, поэтому, когда ему пришло время войти в Египет, он говорит ей, скажи, что ты сестра моя. Знаю красоту лица твою, опасаясь невоздержания египтян. Итак, если они увидят тебя и узнают, что я обращаюсь с тобой как женою, тебя они оставят живых, чтобы удовлетворить своей безумной страсти. Меня же умерть ряд, чтобы без боязни совершить свое беззаконие, потому что тогда некому будет открыть его. Итак, скажи, что я брат твой, замечая Адамантову душу, замечая сердце крепчайшее железо, не поколебало его духа предстоящее несчастье. Он и не подумал, и не сказал сам себе, для того ли я оставил свое отечество и показал столь великое послушание, пришел в чужую страну, чтоб подвергнулся таким бедствиям. Не обещано ли было мне незадлаго перед тем, что потомству твоему дам землю сию, вот страх прелюбодеяния и смерти возмущает наши души. Но ничего такого он и помыслить себе не позволил. Одно только имел он в виду при таком опасном приключении, как бы из двух предстоящих ему опасностей избежать по крайней мере одной. Таким образом, и сам он употребил все свое благоразумие и мужество. И жена, показывая любовь к муже, и повиновение, содействовала ему, поступая так, как было придумано. Но когда они сделали уже все от них зависящее, и тем не менее, по-человечески могли и потерять всякую надежду, так что беззаконное намерение египтян уже почти приведено было в исполнение, тогда показано великое о нем, Аврааме, промышление Божие. Бог не только жену его исхитил от поношения, явил гнев свой на царя и на весь дом его, но и патриарху помог возвратиться из Египта в Палестину с великой славой. Смотри, как человеколюбивый Господь, подавая подвижнику среди искушений свою помощь, соделывает его еще более крепким для дальнейших подвигов, никогда не оставляя его без своей помощи. Он во всем ясно показывает такое промышление, что тот, перенося немногое, вознаграждается многим, и весьма многим, превосходящим человеческие силы. Видишь терпение праведника, смотри теперь по возвращении его из Египта, как велико было его смирение и как много было в нем кротости. Когда он возвратился из Египта с великим богатством, он был не один, а и племянник сопровождал его. То вот земля не вмещала их, где они жили вместе, так как у них много было и менее, отчего и произошла ссора между пастухами Лоты и Авраама. Тогда праведник, показывая кротость души и высоту любомудрее, призвал Лоты и говорит ему, да не будет более спора между мной и тобой, между пастухами твоими, между пастухами моими, ибо мы с тобой родня. Как бы так, он сказал Лоту, нет ничего лучше мира, и нет ничего хуже ссоры. И так, чтобы устранить всякий повод ссори, и зверь, какую сам хочешь часть земли, а мне оставь другую, и мы далеки будем от всякой ссоры и распри. Видишь, добродитель мужа, юноше, он уступил выбор лучшей земли, а сам удовольствовался худшую. Посмотри же теперь, сколь великую он получил награду за такой поступок свой. Лишь только совершилось разделение, и вот удалился, Бог говорит Аврааму, посмотри очами твоими, осмотри всю эту землю со всех сторон, ибо все, что ты видишь, я отдаю тебе и потомству твоему до века. Смотри, какой великой он удостаивается почести за смирение, которое показал в отношении к своему племяннику. Уступив мало, и он удостоился гораздо большего. А тот, лот, избрав лучшую часть, спустя немного, подвергся опасностям, и не только не приобрел ничего от своего выбора, но неожиданно попал в плен, лишился всего и остался без крова и жилища. И тогда на самом деле познал высокую добродетель праведника, и сам научился впредь никогда так не делать, как делал. В самом деле, едва лот устроил себе жилище в Содоме. Возгорелась жестокая война, цари соседственных народов напав с великой силой, совершенно опустошили всю эту страну. Извив из Полинова и знать о Маликитян, они и царя Содома и Гаморы заставили обратиться в бегство, овладелись всеми высотами, и захватив конницу царя Содомского, взяв в плен лота и жен со всем их имением удалились. 392. Но смотри опять, как велико промышление Божие, желая освободить и лота, прославить и патриарха Авраама, Бог возбуждает праведника на помощь племяннику. Узнав о случившемся, прачи со своими домочадцами, устремился на тех царей, без труда поразил их и освободил лота и жены всю конницу царя. Одержав столь славную победу, он всем ясно показал Божие о нем промышления. И то, что столь великое дело он совершил не собственной силой, но укрепляемой мышцей помощи Всевышнего. Впрочем, он успел сделать и учителем благочестия для всех живших в Содоме через свои беседы с царем их. Когда царь встретившись с ним и воздавая благодарны за содеянное им, обещав уступить ему всю конницу, а себе взять только коней людей, примечая здесь опять великую душу праведника, как он в одно и то же время и являет свою мудрость, показывая, что он выше таких даров и ведет его, царя, к познанию благочестия. То пракет не просто сказал ему, я не позволю себе взять что-нибудь от себя, потому что я не имею нужды ни в какой подобной награде, но что, поднимая руку мою к Богу Всевышнему, он как бы внушал царю, боги, почитаемые тобою, не суть боги, но камни и дерево, один есть над всеми Бог, который сотворил небо и землю. Не возьму ни нитки, ни ремня от тебя, чтобы ты не подумал, что я только для этого совершил отмщение, за тебя, и чтобы ты не мог сказать, что ты обогатил меня. Тот, кто мне даровал победу и предоставил торжество, дарует мне средство к обогащению. Смотри, какую бы пользу царь мог получить от слов патриарха, если бы захотел. Он получал его не надеяться впредь на свою силу, но познавать виновников всяческих, презирать рукотворенные божества и служить Богу всяческих, творцу всего и источнику благ. И вообще, во всем царь мог видеть добродетель Авраама, так, чтобы тот не подумал, что он Авраам презирает его дары, по гордости и высокомерию. Он говорит ему, я ничего не возьму, потому что не имею нужды и не желаю, чтобы богатство мое от других умножалось, но тем, которые участвовали со мной в опасности, я позволю взять несколько, чтобы они имели хотя малое вознаграждение за свои труды, так отвечал праведник царю Содомскому. И когда Мелхиседек, царь Солинский, вынесший хлеб и вино, предложил ему, так, как он был сказан священником Бога Вышнего, он, Авраам, принимает от него предложенное и желая возблагодарить его за полученное от него благословение и за прославление Бога, так, как Мелхиседек сказал, как написано, благословен Авраам Богом Вышним и благословен Бог, который предал врагов твоих в руки твои, дает ему десятину от всего, что получил из добычи. Видишь, как во всем открывается благочестие праведника, от царя Содомского он не хотел взять ничего от нитки до ремня, а предложенное от Мелхиседека взял, взаимно воздав ему от себя. Этим он научает нас наблюдать большую разборчивость, а не просто без разбору принимать от всех. Царь Содомский хотя дарами выражал свои добрые чувства, но был неверный и имел нужду в назидании. Поэтому Авраам дары его отверг, но потребил все старание привести его к истинному богопознанию и тем самым, что отказал принять дары и тем, что ему говорил. От Мелхиседека же он принимает дары справедливо, потому что Божественное Писание свидетельствует о добродетели этого мужа, говоря, был он священник Бога Всевышнего. С другой стороны, это событие было прообразованием Христа и даже то самое, что было принесено Мелхиседеком, признаменовало нечто таинственное, потому так и надлежало быть, чтобы Авраам, приняв дары и взаимно вознаградив Мелхиседека, показал величие своей добродетели. Дав Мелхиседеку десятину, выражая в этом мысль благочестивую. Может быть, наше слово распространилось слишком много, но не напрасно и не без причины. Мы в коротке пересказали с самого начала вплоть до настоящего чтения о мужестве праведника, о его великодушии, о необыкновенной его вере, о мудрости его разума, о величии его смиренно-мудре, удивительном презрении к богатству, о непрерывном промышлении и благоволении к нему Божьим. И о том, как все бывшие ему посещения свыше каждый раз обнаруживали в праведнике более и более величие, более и более прославляли его. Но если вы желаете и не утомляетесь, займемся тем, что было только что читано. И, предложив немного, окончим слово, чтобы вы узнали, какое воздаяние получил он, Авраам, за неприятие даров царя Содомского. Что же сказано? После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в день и ночью и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Почему так начато? После таких слов скажи мне, после каких? Не ясно ли, что после тех, которые он говорил царю Содомскому, то есть после презрения и отвержения даров после назидания, которое он сделал через отвержение даров, направляя его к благочестии и познанию Творца всяческих. Примечая человека любие Господа, как скоро и немедленно он вознаграждает своими благодеяниями подвижника своего 394, укрепляя таким образом и обновляя силы его. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в введении ночью и сказано не бойся. Для чего ночью? Для того, чтобы слова его Господа были приняты в безмолвии. Не говорить ему не бойся Авраам, примечая особенное попечение Божие. Для чего сказал не бойся? Так как он мало заботясь о дарах царя Содомского презрел столь великое богатство, то Бог говорит ему не бойся, что ты презрел такие дары и не думаешь, чтобы от того уменьшилось твое стяжание. Не бойся. И чтобы еще более возбудить его дух, говоря с ним, присовокупляет к слову и его имя. Не бойся, Авраам. И то ведь немало служит ободрению, если произносится имя того, кто призывается. Потом говорит, я защищаю тебя, я твой щит. это изречение многозначительно. Я, который возвал тебя из земли халдейской, я, который привел тебя сюда, я, который освободил тебя от опасности в Египте, я, который несколько раз обещал дать тебе семени твоему эту землю, я защищаю тебя, я, который каждый день более и более прославляет тебя перед всеми, я защищаю тебя. То есть я подвязаюсь за тебя, я побараю по тебе, я промышляю о тебе и все тяжкое соделаю для тебя легким. Я есть щит твой, награда твоя будет весьма велика. Ты не захотел взять награду за труды, которые понес, подвергая себя своим великим опасностям, но призрел дары царя Содомского. Так, я дам тебе награду не такую, какую ты мог от царя получить, но великую, очень великую. Видишь щедрость Господа, видишь много значительных слов, видишь, как он воодушевлял подвижника благочестия, видишь, как он укреплял его душу. Ведущий сокровенное сердце видел, что праведник имел нужду в таких утешительных словах. В самом деле, смотри, что говорит патриарх, ободренный такими словами. Авраам сказал, Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь безветным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. Когда Господь обещал ему награду, награду великую, очень великую, тогда он, обнаружив скорбь своей души и постоянно томивший его уныние по причине бесчадия, сказал, Господи, что такое ты мне дашь? Вот я уже достиг глубокой старости и отпускаюсь бесчадин. Смотри, как еще в древности любому любомудрствовать. Праведник называет исход из здешней жизни сном отпущением. Подлинно те, кто с очищанием подвизается в добродетели, когда переселяется из здешней жизни, то поистине как бы отпускается на свободу от злостраданий и отуз. Для живущих добродетельно смерть именно есть переход от худшего к лучшему, от жизни временной к непристающей, бессмертной и нескончаемой. Я, говорит, отпускающий беззаконие и чтобы преклонить Господа к милосердию, он не останавливается, говоря, что я остаюсь бездетным. Но вот распорядитель в доме моем, это Иллиозер из Дамаска. Великую скорбь души показывает такие слова, и сказал Аврам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадис мой, наследник мой. Я не удостоился того, чего удостоен мой раб. Я умру бездетным и безродным, и вот этот раб мой будет наследником и того, что уже мне дано от тебя, и того, что ты мне несколько раз обещал, говоря, потомству твоему дам землю сию, примечая здесь добродетель праведного. Имея такие помыслы в душе, он никогда не досадовал, никогда не роптал, нет, и теперь, ободренный словами Божьими, он с упованием приступает к Господу, объявляет ему смущение своих помыслов и показывает рану своей души, почему и получил скорое врачевание, и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из шресла твоих, будет твоим наследником. Заметь точность Писания, сказано тотчас, то есть Господь не попустил праведнику и малое время скорбечит, но подает скорое утешение и облегчает беседуя с ним тяжесть печаль и тотчас, говорит, было слово Господне к нему говорящее, не будет он твоим наследником. Этого ли, говорит, ты убоялся, это ли умножает твою скорбь, и так знай же, что не этот будет наследник твой, но тот, кто произойдет из шресл твоих, будет своим наследником. Не смотри на природу человеческую, не думай ни о своей старости, ни о бесплодности сары, но веруя в силу того, кто обещает тебе перестать унывать, утешься и будь уверен, что будешь иметь наследника, который родится от тебя. Потом, так как обетование было выше естества и превышало человеческий разум, потому что много возмущало дух его препятствия самого естества, и собственная старость его и замоторевшая уже бесплодие сары, то Господь еще далее простирает силу своих обетований, чтобы праведник, видя щедрость обещающего, имел тем более надежды. И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, только будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он изменил ему это в праведность. Для чего замечено? Вывел вон. Так как выше было сказано, что Бог явился ему ночью в видении и беседовал с ним, а теперь он хочет указать ему на бесчисленное множество звезд на небе, то есть сказано вывел его вон. Откровение возвышенное, обетование великое. Но если по мысли Масилия обещающего, то он нам немало не покажется чрезвычайным. То обетование. Тот, кто образовал тело из земли, кто из несущего произвел все видимое, тот мог даровать Аврааму обетование, превышающее природу. Видишь милосердие Господа? Когда праведник сказал, что ухожу бесчадный и уже находясь как бы при самых дверях смерти и не видя никакой возможности иметь детей, произнес в таком расположении духа слова «Вот этот Елеазар из Дамаска, распорядитель в доме моем, он наследник». Тогда Господь желая воскресить его дух и укрепить сердце, освобождает его от подавляющего страха, возвышает его мысль и обетованием и самым величием дара, указывая на множество звезд и возвещая, что столько же произойдет от него потомство, возвращает ему утешительные надежды. Услышав такое обетование Господа, праведник оставил всякое человеческое рассуждение и уже не обращал внимания ни на себя самого, ни на Сару, представлявший много препятствий к исполнению обетований, но сам выше всего человеческого и зная, что силен Бог даровать и сверхъестественное, поверил сказанным от Господа словам, не допустил себе никакого сомнения и нисколько не поколебался в вере относительно того, что было ему сказано. «Вот признак истинной веры, когда обетование бывает выше человеческого понятия, и мы твердо уповаем на силу обещающего. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом». И в другом месте Римлянам 8.24 «Ибо кто видит, то чего и надеется». Итак, вера состоит в том, когда мы верим невидимому, утверждая мысль на непреложной верности обещающего. Так и сделал этот праведник, показал великую и искреннюю веру касательно обещанного ему, за что и восхваляет его Божественное Писание, так как оно тут же присовокупляет. И поверил Авраам Богу, изменилась эта ему справедность. Видит, как еще прежде исполнение обетований он получил соразмерное воздаяние, за то только что поверил. Ему вменилось в правду то, что он поверил обетованию Божию и не испытывал человеческими рассуждениями, сказанного Богом. Итак, научимся и мы отправиться веровать словам Божиим и уповать на его обетования, не исследовать их по собственным соображениям, а показывать благодушие. Это может нас и праведными сделать, и скорее предуготовить получение обещанного от Бога. Авраам у Бога обещал, что от семени его произойдет великое множество потомства, и обещание это было выше естества и порядка человеческих дел, почему вера и доставила ему Авраам оправдание пред Богом. Но нам, если будем внимательны, обещано гораздо большее, такое, что может далеко превзойти всякое человеческое понятие. Только будем веровать в силу обещающего, чтобы оправдание приобрести от веры и получить обещанные блага. То, что нам в особенности обещано, превышает всякий человеческий разум и превосходит всякое рассуждение. Так велики обетования. В самом деле, не в настоящем только веке нам обещает Господь продолжение жизни и наслаждение видимыми благами, но и после отшествия отсюда и разрушения тел, когда наши тела обратятся в прах и пепел, обещает Господь воскресить их и водворить в большей славе. Ибо тленному сему надлежит облечься внедление и смертному сему облечься в бессмертие. А после воскресения тел Господь обещает даровать нам наслаждение царствия, общение со святыми, бесконечный покой и те неизреченные блага, которых ока не видела, уха не слышала и на сердце человеку не приходило. Итак, видишь ли, сколь велико превосходство обещаний, видишь ли величие даров? Размышляя об этом и зная неложность обещанного, с очанием приготовим себя к подвигам добродетели, чтобы можно нам было насладиться обещанными благами. Спасение нашим и наслаждение своими великими благами не предпочтем благ временных, не станем рассуждать о трудах добродетели, а будем помышлять о воздаяниях, не станем смотреть на трату денег, когда их нужно бывает давать бедным, а представим себе происходящее отсюда последствия. Для того-то божественное писание и уподобило милостыню семени, чтобы мы с радостью и великой охотой ее творили. Если те, которые бросают земли и рассеивают собранные и хранимые семена, делают это с великой радостью, питаясь благими надеждами и представляют себе колосья полные зерен, то гораздо больше прилично радоваться и восхищаться тем, кто удостаивается сеять духовное, потому что они, сея на земле, пожнут на небе, бросая деньги, получают прощение грехов и приобретают залог упования и подавая здесь милостыни, приготовляют себе вечный покой и сожитие со святыми. А если мы изберем целомудрие, то не станем обращать внимание на то, что этот добродетель соединен с трудом или что девство требует великого подвига, но помыслим об ожидающем нас наследии. Рассуждая всегда об этом, будем обуздывать порывы злых пожеланий, побеждать в лечении плоти и облегчать тяжесть трудов, надежды и воздаяния. Подлинно надежда получит какие-либо блага, дает смелость отваживаться и на явные опасности. А тем более, она поможет нам мужественно препобедить трудности в добродетели. В самом деле, если размыслишь, что потрудившись немного и сохранив горящий светильник девства, можешь удостоиться в будущем блаженной жизни и войти женихом в царство небесное, если только будешь иметь светильники возжженные и в них достаточно илия, то есть добрых дел, то как тебе не перенести со всей легкостью все тяжкое в жизни, припоминая и сказанное блаженным Павлом, имейте мир и святость, без которых никто не увидит Господа. Евреям 12,14 Видишь ли, как апостол соединяет мир с святостью, чтобы мы разумели, что он требует не только чистоты тела, но и мира, он благовременно упомянул о том и другом, желая утвердить в нас то и другое, чтобы мы и повозки свои удерживали, не допуская в себе никакого возмущения или смятения душевного, а провождали жизнь спокойную и безмятежную, и чтобы со всеми другими обращались мирно, были тихи, кротки, и снисходительны, так, чтобы все черты добродетеля отражались на нашем лице. Таким образом, мы можем презирать и славу настоящей жизни, предпочитая ей славу истинную, а более заботиться о смиренном мудре и считать за ничто всякое счастье здешней жизни, чтобы насладиться счастьем истинным и прочным и удостоиться узреть Христа. Блаженны сказано чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Итак, очистим нашу совесть и с очищанием позаботимся благоустроить свою жизнь, чтобы проведший настоящий век во всякой добродетели удостоиться за здешние подвиги наград в будущем веке. Благодати и человека любим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отсу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков.